Сергей Козлов, доверчивый ёжик Два дня сыпал снег. Потом растаял и палил дождь. Лес вымок до последней осинки. Лиса до самого кончика хвоста, а старый филин три ночи никуда не летал. Сидел в своем дупле и огорчался. «Ух!» – вздыхал он. И по всему лесу разносилось. «Ух!» А в доме у ёжика топилась печь. Потрескивал в печи огонь, а сам ёжик сидел на полу у печки, помаргивая, глядел на пламя и радовался. «Как хорошо! Как тепло! Как удивительно!» – шептал он. «У меня есть дом с печкой!» «Дом с печкой! Дом с печкой! Дом с печкой!» – запел он и, пританцовывая, принёс ещё дровишек и бросил их в огонь. «Ха-ха!» – хохотнул огонь и облизнул дровишки. «Сухие! Ещё бы!» – сказал ёжик. «А много у нас дровишек?» – спросил огонь. «На всю зиму хватит!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» – захохотал огонь и принялся так плясать, что ёжик испугался, как бы он не выскочил из печки. «Ты не очень!» – сказал он огню. «Выскочишь!» – и прикрыл его дверцей. «Эй!» – крикнул огонь из-за дверцы. «Ты чего меня запер? Давай поговорим. О чём? О чём хочешь?» – сказал огонь и просунул нос в щёлочку. «Нет уж, нет уж!» – сказал ёжик и стукнул огонь по носу. «Ах ты! Дерёшься!» – взвился огонь и загудел так, что ёжик снова испугался. Некоторое время они молчали. Потом огонь успокоился и жалобно сказал. «Послушай, ёжик, я проголодался. Дай мне ещё дровишек. У нас же их много!» «Нет!» – сказал ёжик. «Не дам. В доме и так тепло. Тогда открой дверцу и дай мне посмотреть на тебя!» «Я дремлю!» – сказал ёжик. «На меня сейчас неинтересно смотреть!» «Ну что ты! Я больше всего люблю смотреть на дремлющих ёжиков!» «А почему ты любишь смотреть на дремлющих?» «Дремлющие ёжики так красивы, что на них трудно наглядеться!» «И если я открою печку, ты будешь смотреть, а я буду дремать?» «И ты будешь дремать! И я буду дремать! Только я ещё буду на тебя смотреть!» «Ты тоже красивый!» – сказал ёжик. «Я тоже буду на тебя смотреть!» «Нет! Лучше ты на меня не смотри!» – сказал огонь. «А я буду на тебя смотреть и горячо дышать, и гладить тебя тёплым дыханием!» «Хорошо!» – сказал ёжик. «Только ты не вылазь из печки!» Огонь промолчал. Тогда ёжик открыл печную дверцу, прислонился к дровишкам и задремал. Огонь тоже дремал, и только в темноте печи поблёскивали его злые глаза. «Прости меня, пожалуйста, ёжик!» – обратился он к ёжику чуть погодя. «Но мне будет совсем хорошо на тебя смотреть, если я буду сыт!» «Подбрось дровишек!» Ёжику было так сладко у печки, что он подкинул три полешка и снова задремал. «У-у-у!» – загудел огонь. «У-у-у! Какой красивый ёжик!» Как он дремлет! И с этими словами спрыгнул на пол и побежал по дому. Пополз дым. Ёжик закашлялся, открыл глаза и увидел пляшущий огонь по всей комнате. «Горю!» – закричал ёжик и кинулся к двери. Но огонь уже плясал на пороге и не пускал его. Ёжик схватил валенок и стал бить огонь валенком. «Полезай в печку, старый обманщик!» – кричал ёжик. Но огонь только хохотал в ответ. «Ах, так!» – крикнул ёжик. Разбил окно, выкатился на улицу и сорвал со своего домика крышу. Дождь слил вовсю. Капли затопали по полу и стали оттаптывать огню руки, ноги, бороду, нос. «Шлёп и шлёп, шлёп и шлёп!» – приговаривали капли. А ёжик бил огонь мокрым валенком и ничего не приговаривал. Так он был сердит. Когда огонь, зло шипя, забрался обратно в печку, ёжик накрыл свой домик крышей, заложил дровишками разбитое окно, сел к печке и пригорюнился. В доме было холодно, мокро и пахло гарью. «Какой рыжий лживый старикашка!» – сказал ёжик. Огонь ничего не ответил. Да и что было говорить огню, если все, кроме доверчивого ёжика, знают, какой он обманщик. Огонь ничего не ответил. Огонь ничего не ответил. Огонь.